Саша, приветствую! Рад видеть тебя! Здравствуй, Роман! Взаимно! Сегодня мы продолжаем то, что начали предыдущие встречи. Те, кто зайдут сначала на эту передачу, на этот эфир, для того, чтобы понимать, о чем речь, мы советуем посмотреть предыдущие. А сегодня мы продолжаем и уделим внимание, прежде всего, сикозу и сифирину. Пожалуйста, Саша. Ну, скажем так, для того, чтобы быть в курсе того, о чем вообще ведется разговор, все-таки желательно посмотреть все беседы, начиная со второй. Они выложены на твоем, на твоей страничке в ютубе. Итак, сегодня рассмотрим проявление двух очевидных миазмов, сикоза и сифилиния. Сикоз, психика, компенсированный сикоз, кассикоз. Девиз, Господи, даруй мне и только мне по трудам моим. Жажда созидательной деятельности и активная деятельность во имя своего блага. Ну, типичный представитель Кот Матроскин. Стремление к расширению, увеличению сферы деятельности, стремление к заслуженному признанию, интенсивный труд в обоснованной надежде на законные публичные вознаграждения. Американская мечта. Стремление жить по заповедям Божьим. Но, но требования этих установлений касаются исключительно группы избранных, которым, естественно, принадлежишь и ты сам. Все прочие неизбранные, и соблюдение заповедей в отношении их вовсе не обязательно. Можно бомбить Ирак, сжигать юрея в крематориях, запрещать участие русских инвалидов в Параолимпиаде и при этом искренне считать себя порядочным человеком. Декомпенсированный сикоз. Девиз. Главное не быть. Главное казаться. Основное в досикозе это отсутствие уверенности в себе. Я хочу. Но смогу ли я? А вдруг не смогу? И все увидят, что я не могу. И из этой основы проистекают прочие характерологические особенности досикоза. И прежде всего его подозрительность. Констатируется неуверенность в себе, но реализованный вектор мироощущения заставляет искать причину этой неуверенности не в себе, а вне себя. И он ее ищет в окружении. Для него потенциально виновны все. Весь мир. И все разом. И раз за разом он находит подтверждение этой виновности в поведениях и поступках своих детей, родных, друзей и совершенно незнакомых ему лиц. Мало того, он подозрительный даже к себе самому. Он сомневается верностью того, что только что написал. Однако, как отмечает Аллен, сикозный и больной рассеян только в некоторых вещах. Он забывает слова, предложения и предыдущие строчки, которые он только что прочел. Он задается вопросом, как пишется по буквам самое простое слово. Он мгновенно теряет мысль или часто теряет нить разговора. Он постоянно останавливается, чтобы подобрать нужное слово. Он помнит, но он сомневается в том, что он помнит правильно. Он помнит, что сосед ему должен 3 рубля. Это он помнит точно. Но может быть не 3 рубля, а все 5 рублей. Подозрительность быстро приводит к развитию сварливости, стремлению обидеть и оскорбить других. С одной стороны, это постоянная проверка окружения, вызванная недоверчивостью и мнительностью. Самая тривиальная фраза домысливается и дополняется, трансформируется в нечто обидное и унизительное для сикотика. Ну помните этот старый анекдот? В автобусе много людей, мужчина обращается впереди стоящей женщине и говорит, дама, вы выходите на следующей остановке? Она поворачивается и молча бьет ему по лицу. Мужик в полном остолбенении, а муж ее спрашивает, что ты делаешь, зачем ты его ударил? Да, он меня назвал дамой, значит я женщина, значит я самка, самка той самой собаки, и ты даже не можешь заступить за свою жену, которую только что назвали самкой собаки. С другой стороны, это может быть проявление уже устоявшегося мнения об обязательности враждебности всего окружающего по отношению именно к нему. И что тут непонятного? Ведь все, буквально все только и думают о том, чтобы как бы посильнее ему напакостить. Неуверенность в себе компенсируется жестокостью в отношении зависимых от него, очень важный момент, жестокость в отношении именно тех, кто зависит от него, или физически более слабых, чем он людей, в отношении детей и животных. Важный момент, до сих десекотик всегда индивидуалист, он всегда ощущает себя вне мира и всегда стремится жить за счет этого мира, немало не интересуясь последствиями своих деяний. Его идеал только брать, ничего не давая. Достигается это за счет, естественно, для десекотика хитрости, нечестности, лживости. Сиюминутные личностные интересы оправдывают для десекотика все перечисленное. Он вполне может быть двуличен, при этом искренне считать себя глубоко порядочным человеком. Коварство для него не более, чем способ использования начальной, изначальной ущербности всех окружающих, в которой он совершенно искренне и априори убежден. Он избран, он лучший. Это вне всяких сомнений. А все вокруг это лохи, изгои. Единственное предназначение их – ублажать и кормить его, и восхищаться им. Эгоизм – это естественное состояние для десекотика. Для этого миазма характерно довольно много страхов, но страхи эти всегда конкретны. Десекотик боится вполне определенной соседской собаки из дома напротив, которую выпускают гулять в 7.45 утра. Поэтому он старается убежать на работу в 7.30. Подобные конкретные страхи определяют у десекотика развитие устойчивых маний. Страх, что слушатели его не поймут, заставляет его несколько раз повторять одну и ту же фразу. Страх, что его ограбят путем вскрытия двери – и снова это совершенно конкретный страх. Заставляет его снова и снова проверять и перепроверять закрыты ли все замки. Старый анекдот на эту тему. Помните, муж ложится спать, жена спрашивает его, ты закрыл дверь на наш новый шведский замок? Закрыл. А на старый немецкий? Закрыл. А на бабушке? Закрыл. А на засов? Закрыл. А палочкой дверь подпер? Палочкой не подпер. Ну вот всегда так заходи, кто хочет, бери, что хочет. Неуверенность в себе служит причиной скрытности, алчности. Виджейкер пишет о наличии двух вариантов сикоза. Сикоз избыток, сикоз недостаток. И в этой идее хорошо видна двойственность сикоза, его постоянная или-или, его полярность. Если был избран вариант адаптации рубаха-парень, перед нами нагловатый, шумный, хвостливый, яркий, вызывающий, дорого одетый, господин часто полный и полнокровный нувориш. Маленькая подробность. Вызывающий, дорого одетый. Одежда его очень часто производит впечатление. Дорогой на самом деле такой не являетесь. Да, там может быть ярлычки прилеплены от Армании, от Гуччи, от кого угодно, а сшито все это на Малой Дерибасовской. Но никто об этом никогда не узнает. Он будет с пеной у рта доказывать, что это именно Гуччи. Причем сам Гуччи ему это и подарил. Ну, когда они последний раз встречались? А вы что, не знали, что я живу лучший друг? Полный и полнокровный нувориш, прикрывающий хамством и внешней мишурой свою неуверенность и несостоятельность. Второй вариант. Скрудж. Не высовывайся. Тише едешь, дальше будешь. Мужчины не плачут. Никто не должен видеть твои слабости. Копеечка рубль бережет. Вот. Знакомые рефрены. У досикотиков очень любопытные взаимоотношения с заповедями Божьими. Да, конечно, нужно жить по этим заповедям, но заповеди эти относятся только к очень избранному меньшинству. И главное, ты, как самый избранный, имеешь полное право эти заповеди, но не то, чтобы нарушать, а следовать им не слишком буквально. Тем более, что эти незначительные нарушения приведут к росту твоей, конечно же, благословенной Господом, исключительность. И что совершенно понятно для любого разумного человека, важно, чтобы об этих шалостях никто не узнал. Ты же должен думать о малых сих. Ты являющийся для них сияющим и непогрешимым примером. Ну, а с Господом как-нибудь договоримся. Уровень счастья на фоне сикоза. Счастье есть. Счастье обладания. Заслуженного или нет, это не важно. Важна зыбкость этого счастья. Ты долго мечтал о Мерседесе последней марке. Ты честно заработал деньги, если это К сикоз. Ну, или в варианте десикоза украл их, так или иначе. Неважно. Ты заработал эти деньги, на эти деньги ты честно купил эту замечательную машину. Ты счастлив. Ровно до того момента, пока не сообразишь, что у тебя одна такая машина, а у соседа напротив их три. А у соседа справа машина одна, но зато Мазератти в люксовом исполнении. Ой, а куда подевалось твое счастье? Вот так. Общие модальности сикоза. Улучшение. Лучше зимой, когда воздух сухой, в сухую прохладную погоду. Сикоз жаркий. Вот как. Лучше по утрам, при потягивании, при медленном движении, лежа на животе или при давлении на него, либо на область желудка. Лучше при возобновлении подавленных естественных выделений, например, менструация. Лучше при катаральных, слизистых выделениях через слизистые оболочки, например, слизистые белые, слизистые отделяемые из носа, раневая катаральная экссудация. Физиологические выделения не приносят облегчение, в отличие от псоры. И общее, и психическое состояние может значительно улучшаться при возникновении различных разрастаний, кожных или фиброзных, при рецидивах старых язв или ран, но с отделяемым сирозного характера. При сикозе наблюдается зуд, как при псоре, открытые язвы, как при сифилине, но и то, и другое обязательно с сирозным отделяемым. Псора у нас сухая. Псикоз слизистый, сирозный. А сифилиний – гнойный или кровоточащий. Ухудшение сикотических пациентов старые авторы называли живыми барометрами. Им всегда хуже при изменении погоды. Когда идет дождь, когда влажность воздуха повышена, они страдают. В покое, во время грозы, от сырости, от жары, от мясной пищи. Хуже. Сикоз – это дискоординационный миазм на соме. Дискоординация во всем. Избыточный тканевой рост. Бородавки, канделомы, фиброзные разрастания и тому подобное. Инфильтрация и депонирование различных веществ в тканях. Наоборот, депривация, лишение веществ, выведение веществ из тканей. Ну, вымывание кальция, например, при остеопородах. Особенность сикотических состояний – замедленное, коварное, скрытное развитие. Манифестации последствий, происходящего обычно, очень отсрочное. Это процессы, которые длятся годами и десятилетиями. Общее проявление характерно все гиперпроцессы. Гиперплазия, гипертрофия, гипертензия. Сикот сопровождается катаральными выделениями. Избыточные и преувеличенные реакции. Увеличенная секреция. Сальная кожа, обвиненное потоотделение. Сифилиний. Характеристика на уровне психики. Компенсированная сифилиний, ка-сифилиний. Казалось бы, как сифилиний может быть компенсированным? Деструкция, разрушение, извращение. Но всегда нужно помнить о маленькой, шумной, наглой медицине и огромной мудрой биологии. Современная медицина задумывалась и создавалась в основных чертах своих. В Европе 19 века, на северо-западе Европы. Англия, Германия, скандинавские страны, Франция. К концу 19 века Северная Америка. Это страны, переживавшие в то время период неудержимого развития промышленной революции. Сикоза во всей его красе. Идея этого времени, дух этого времени, дух сикоза и составляет суть научной медицины. Она направлена на решение задач конкретной личности. И только конкретной личности. Она лечит в своих лозунгах человека. Отдельно взятого человека. И что в этом плохого? Биология дает нам понимание того, что интересы популяции всегда должны превалировать над интересами отдельной осады. Естественно, если эта популяция желает продлить свое существование еще достаточно долго. Но вот парадокс. Научная медицина изначально преследует исключительно интересы отдельного человека и никоим образом интересы популяции. Иными словами, научная медицина персонацентрична. И в этой своей персонацентричности абсолютно, совершенно антибиологична. Это интересная коллизия. И я надеюсь, когда-нибудь мы найдем время вернуться к ней в дальнейшем. Это очень интересно. Извини, Саша. Перед тем, как мы продолжим, это очень интересная тема. Перед тем, как пойти дальше. Мне кажется, что это иллюзия, что у современной медицины желание связано каким-то образом помочь человеку. Потому что человек все больше и больше исчезает с радаров медицины. И больше и больше на их радарах возникают симптомы. И они уже не антропоцентры, а симптомоцентры. И я думаю, что вот эту вещь... Рома, знаешь, я тут немножко не могу с тобой согласиться. Не симптомы, а ярлыки. Ярлыки, да. Название нозологии. Именно это именно в виду. Нозологические единицы, диагнозы. Да. Да, человек. И в этом отношении... То есть я думаю, что сейчас ты будешь об этом говорить позже. Это уже... Мы уже говорили в одной из предыдущих бесед, что все-таки начиная где-то с 80-х годов прошлого века медицина коммерциализировалась полностью. Это на нашей памяти происходило. Я даже помню, как эти дела... Я читал даже в отечественной литературе некоторые обсуждения на эту тему, когда где-то к началу 80-х, середине 80-х годов фармацевтическая промышленность в принципе выполнила ту задачу, ради которой она создавалась. Ведь фармацевтика создавалась под девизом «Каждому больному нужное лекарство в нужном количестве». Так вот, к середине 80-х годов эта задача была выполнена. Но фармацевтика – это бизнес. Бизнес не может существовать, не развиваясь. И поэтому используется... Но только к этому моменту ту нишу, ради которой они создавали, эта отрасль промышленности создавалась, эта ниша была заполнена практически полностью, стал вопрос о дальнейшем росте. И дальнейший рост, скажем так, был выбран уже без интересов, не учитывая интересы сообщества. Точнее говоря, эти интересы просто были отброшены. Слоган, идеи, которые сейчас собственно фармацевтика служит, это каждому человеку нужное лекарство в нужном количестве. Вот всего-навсего, да, казалось бы, одно и то же практически кажется очень похоже. Разница в том, что там каждому больному, а здесь каждому человеку. То есть, как минимум, нужно каждого человека сделать больным, и потом, и у нас емкость рынка сразу увеличивается в десятки раз. И все счастливы, понимаете. А добиваются это достаточно просто. Ну, те же обязательные вакцинации. Ребенок, который получил полный комплекс всех прививок, он уже никогда не будет здоровым. Это человек, который вырастает, взрослый человек с иммунитетом двух-трехлетнего ребенка, и человек, который дальше 5 километров от ближайшей аптеки, уже никогда не отойдет. И этих механизмов их достаточно много. Там профилактическая витаминотерапия, там и про антибиотикотерапию, профилактическую, тем более, молчать, ну, даже говорить не будем. Мы об этом, по-моему, уже все слышали. Но туба продолжается использовать, потому что так требует... Что? Научная медицина? Нет, ребята. Медицина должна быть прибыльной. Это бизнес. Это бизнес. А у бизнеса есть только один показатель. Есть прибыль или нет прибыли. И поэтому сейчас... Ну, это отдельная тема. Может быть, когда-то соберемся и поговорим на эту тему. Но не для того, чтобы просто поговорить, для того, чтобы поделиться какими-то наблюдениями, какими-то советами. Понимаешь, мы можем только констатировать это, потому что сделать с этим что-то... Ну, вот я, например, это должно быть произойти революция духа в обществе. У людей мозги должны включиться. А эти мозги давят и выключают всеми возможными методами. Ну, слава богу, не все выключают. Даже вот история с ковидом это очень хорошо показала. Я до сих пор... Сейчас у нас уже ковид вроде бы все кончился. Все эти меры уже отменялись. Приходишь в магазин, а почему маску не надели? Мы вам не продадим. Я понимаю, почему они требуют. Если я не надею, они заплатят штраф. То есть содержит... Проявляется что-то другое. Но я хотел... Перед тем, как мы все же перейдем к раскрытию, дальнейшему раскрытию темы, сказать здесь от двух очевидных примеров. Как фармацевтические компании, например, меняют нормы. Если когда-то норма холестерола была определенной, сейчас эти нормы холестерола специально, как ты понимаешь, занижаются, чтобы при любом исследовании можно было посоветовать человеку семастатин. Арома, далеко ходить не надо за примеры. Нормы витамина D, которые дал воз, на которые сейчас все опираются. Я специально поднял свои тетради и лекции по биохимии 40 лет назад. Я ее не только сам изучала, где-то через 35 лет назад я ее еще и преподавал. Там нормы другие. И здесь кто-то может прийти и сказать, ну что вы хотите? Сейчас всем подряд назначается витамин D. Это при том, что гормоноподобный препарат очень небезопасный. Очень небезопасный. Они могут организовать это, что вы хотите. Витамин D, он очень важен в современном обществе, в современном человеке. Витамин D вымывается чаще. Намного больше стрессогенная обстановка. Во время стресса витамин D разрушается. Ну и так далее. Они могут даже нормальный... Я вот поднесу, посмотри. Смертельно опасное лекарство и организованная преступность. Питер Герч. Как большая фама. Питер Герч. Замечательная фамилика. Первого здравоохранения. Когда читаешь, волосы дыбом во всех местах. В общем, и поэтому мы буквально сейчас я завершу вот это отступление тем, что мы видим, что идет эволюция, что идет развитие. Развитие не только общества, но и всего, что происходит внутри общества. Мы видим эволюцию фармацевтической компании. Компания фармацевтики. Не фармацевтики, как науки, а биг фарма, как явление. И идет эволюция нас, как гомеопатов. Пожалуйста, я попрошу, чтобы ты потом к этому отнесся. Нас, как гомеопатов, мы тоже, даже если не хотим этого, вынуждены меняться. Потому что мы сейчас работаем совершенно в другом мире. Это не тот мир, который был 10, 20, 30 лет назад, когда мы начинали заниматься гомеопатией. Я имею в виду вот это поколение гомеопатов. Это не та гомеопатия, которая должна справляться с теми заболеваниями. Это даже не гомеопатия времен Ганнвана. Естественно, здесь совершенно другие подходы, методы и инструменты нужны. И сейчас мы вернемся к теме. после того, как ты завершишь, я тебе еще раз спрошу, с точки зрения эволюции, какие новые методы эволюции. давай ты меня об этом спросишь на следующей беседе, потому что... Саша, так нечестно, каждый раз ты говоришь на следующей беседе. А потому что на следующей неделе мы будем разбирать тему туберкулиния, и я буду приводить примеры вот из нашей жизни, из того, что нас окружает, того, что перед нашими глазами, к чему мы настолько привыкли, чего мы даже не видим. А это чисто туберкулинический механизм уничтожения человечества. Для нас это естественно сейчас, то, чтобы 20 лет назад показалось дикостью психиатрическим заболеванием. Даже не будем вспоминать о сотни лет. Да, это вообще другое дело. Но, с другой стороны, мы же цивилизованные люди и живем в постоянно минающейся мире и должны себя приспосабливать. Ну вот, посмотрим, как сифилини это делает. Хорошо. Так, вернемся к нашим баранам, компенсированной сифилини. Это ситуация, когда человек, индивидуум, осознанно или нет, приносит свои интересы в жертву интересам сообщества. мать. Например, голодная мать в шестой раз дает за деньги свою кровь, чтобы купить хлеба для своих детей. То, что она делает, это не выход. Это самоубийственно. И, скорее всего, она погибнет. Но эти поступки дают надежду на выживание для ее потомства, что в данный конкретный момент для популяции будет оптимальным. Это подвиг без надежды на то, что его увидят и не нуждающийся в оценке. Человек в таком состоянии просто не может поступить иначе. Он делает то, что должно делать, без патетики, без размышлений на тему быть или не быть. В этом проявляется очень важная, скорее всего, ведущая черта сифилиния эмоциональная притупленность, даже эмоциональная тупость. Вспомните, как описывает Лев Толстой капитан Атушина и его батарею. Под градом ядер, пуль, без пехотного прикрытия, одинокая батарея сдерживает удары французской лучшей армии того времени и неуклюжий, неловкий капитан, спокойно совершающий невозможное, потому что есть задача и невозможно ее не выполнить. Квинтэссенция компенсированного сифилиния, обращенного вовне, Господи, дай мне отдать жизнь мою за други моя. Я сознательно напишу эти строки в конце описания экстравертного ка-сифилиния, потому что этот миазм в громких словах и девизах не нуждается. Однако есть и еще одна сторона компенсированного сифилиния, индивидуальная, интровертная, о которой даже думать как-то не принято. И эта сторона вообще касается вообще всего живого, не только находящегося в болезни. Мы же помним, что жизнь это абсолютно смертельное заболевание. Смертны все без исключения и это нормально. Вечная жизнь вот самое страшное проклятие и наказание. Но я понимаю, что это только мое мнение и навязывать его я никому не буду, не имею права, хотя, быть может, кто-то помнит страшную судьбу вечного жида. жить вечно. Что может быть страшнее для разумного человека? Однако мы такие все рано или поздно умираем. И сложно было бы представить, чтобы этот такой важный для нас всех момент был бы не организован хоть относительно оптимальным образом. Странно звучит, правда? Однако откроем войну и мир Толстого. Четвертый том, часть первой сцены смерти князя Андрея. С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидений. Ничего не было страшного и резкого в этом относительно медленном пробуждении. Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто и княжна Мария, и Наташа, не отходившая от него, почувствовали это. Они не плакали, не содрогались, и последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним. Его уже не было, он ушел от них, а за самым близким воспоминанием о нем, за его телом. Чувства обеих были так сильны, что на них не действовала внешняя страшная сторона смерти, и они не находили нужным расстравлять свое горе. Они не плакали ни при нем, ни без него, но и никогда не говорили про него между собой. Они чувствовали, что не могли выразить словами того, что они понимали. Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно опускается от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть, и что это хорошо. Его исповедовали, причастили. Все приходили к нему прощаться. Когда ему привели сына, он приложил к нему свои губы и отвернулся, не потому, чтобы ему было тяжело или жалко, княжна Мария и Наташа понимали это, но только потому, что он полагал, что это все, что от него требовали. Но когда ему сказали, чтобы он благословил его, он исполнил требуемое и оглянулся, как бы спрашивая, не нужно ли еще что-нибудь сделать. Когда происходили последние содрогания тела, оставляемого духом, княжна Мария и Наташа были тут. «Кончилось?» – спросила княжна Мария. После того, как тело его уже несколько минут неподвижно, холодея, лежало перед ними, Наташа подошла, взглянула в мертвые глаза и поспешила закрыть их. Гений Толстого дает нам возможность разглядеть то, что мы так резко видим сейчас в реальности. Естественный, без ятрогении процесс умирания. В нем нет ничего страшного для умирающего, ничего мучительного, вне зависимости от того, какие муки больной испытывал еще недавно. Он пришел к финалу, и механизмы компенсированной сифилинии даруют ему смерть, как утешение, как успокоение. Я не могу сейчас найти, но я читал, по-моему, где-то в мемуарах у Луки Война-Ясенецкого, если память не изменяет, Когда молодой доктор приехал на практику во Францию, в известный госпиталь, только зашел в клинику, в прием покои, привезли тяжело травмированного человека, сбежалось много врачей, медсестер, суета, человека возвращают к жизни, какие-то реанимационные мероприятия проводятся. Доктор тут же включается в эту работу, но он же врач, он специалист, это его обязанность, человек умирает, надо помогать, и он помогает по мере сил, потом в какой-то момент раз, и все разошлись. И он остался один на один с этим пациентом, и продолжает суетиться и что-то делать, и старая медсестра подходит к нему, хватает его за фаузу пиджака и оттягивает, и говорит, доктор, отойдите, не мешайте ему, он очень занят, он умирает. Я не могу сейчас найти, не могу вспомнить, где я это читал, но меня так поразила вот эта мысль, не мешайте ему, он умирает. И как много греха мы берем на душу, когда мешаем умирающему умирать, приносим им лишнее мучение. Саша, если позволю, здесь... Саша, то программа, по которой пройти надо, как по бритве, потому что жить с тем, что ты мог помочь и не помог, это же еще мучительно. Ты знаешь, Саша, здесь я... Я очень благодарен за этот пассаж, пример. Ну, всегда, когда касаешься гения, какого ты гениальности Толстого, она показывает то, что мы действительно утрачиваем, начинаем утрачивать. И здесь два-три комментария с твоего позволения. Я знаю твое начальное отношение к антропософии, надеюсь, когда-то оно поменяется. Рудольф Тайнер определял, как самые главные события жизни человека, следующее. Это рождение, это совершеннолетие, то есть переход в совершеннолетнюю жизнь, это супружество, выйти замуж или жениться, и это смерть. То есть к ней нужно готовиться. Как говорят на Тибете, вся эта жизнь нам дана для того, чтобы подготовиться к смерти, чтобы правильно ее принять, чтобы правильно пройти. И, ну, к сожалению, если я смотрю на то, о чем мы говорили ранее, получается, что в побеге, в попытке помогать человеку, в помощи человеку, в том числе и неправильные медицинские методы, они действительно берут на себя грех и не только не помогают, они мешают человеку прожить естественную жизнь, естественно пройти все эти этапы, естественно ощутить эти этапы. И здесь очень важна с моей точки зрения мысль. Один из способов заставить человека перестать чувствоваться и отвернуться от того, что происходит, это страх. С одной стороны, и гордыня. С другой стороны, если тебя напугать, то ты становишься клиентом для аптеки, а если ты полон гордыни и всего остального, то ты других делаешь этими клиентами. Это очень характерно, очень ощутимо, особенно сейчас, особенно в это время, особенно в 2020 году мы испытали все на себе эти прелести. И то, как показан уход человека у Толстого, когда он знает, что это естественно, что нормально, даже все вокруг знают, что это естественно и нормально, а Big Pharma здесь теряет клиента, его нужно остановить, его нужно побоить, его нужно еще подержать здесь. А потому что, если он уйдет, то из его кошелька уже ничего они не получат. Тут давайте немножко дальше посмотрим, понимаешь, что Big Pharma теряет ни одного клиента. Big Pharma теряет нескольких клиентов. Сейчас посмотрим. Итак, к сожалению, я не нашел ничего значимого по тонатологии, поэтому могу отметить только два основных таких механизма отключения эмоций или резкое обеднение. Я помню, как испытывал нечто подобное в послеоперационный период, когда находился под воздействием транквилизатора, когда бессонной ночью тупо таращился на циферблат часов, на секундную стрелку и механически отмечал, вот еще минута прошла, без раздражения, без надежды, без страха, просто констатация факта, минута прошла, но это медикаментозное воздействие, а физиологический сифилиний дарует такую эмоциональную тупость каждому находящемуся в процессе естественного умирания, блокируется страх, тревога, удивление, любопытство, человек воспринимает происходящее как должное, как пишет Толстой, он просыпается от жизни, и второй механизм, тесно связанный с первым, отключает сочувствительность, прежде всего болевая, то есть отработка всего этого перечисленного делает смерть не мучительной, а достаточно естественной, житейской, что ли. Иными словами, биологическая роль физиологического интровертного сифилиния это обеспечение в терминальной фазе немучительного ухода из жизни, еще раз подчеркиваю, вне ятрогенного воздействия в современном варианте, причем очень важно, очень важно еще то, что здесь мы видим компенсированные интроверты сифилини как у уходящего, так и у тех, кто его провожает. Понимаешь? То есть этот механизм защищает как умирающего, так и остающихся, но очень важно вне ятрогении. Вот где теряет Бигфарма еще человек, находящийся переживающий вот такое напутствие умирающего за счет компенсированного сифилиния, он не впадает в депрессию. Его мир не рушится. Сифилиния это концентрация мышления, мировосприятия на чем-то одном, на одной идее, одной эмоции, одном чувстве. Если посмотреть на взаимоотношения заповедей божьих и человека, переживающего к асифилини, в глаза бросается тонализация этических императивов. Из всех заповедей человек концентрируется на одной, на двух, а все прочие отбрасываются. Я никогда не украду, но ради этого я могу убить. И я убью не потому, что мне хочется кого-то убить, а для того, чтобы не украсть. Вот такая интересная ситуация. Декомпенсированность и сверение, искаженность, вот тут ключ к пониманию этого миазма. Искаженность на всех уровнях. Искаженность часто несостоятельность мышления и как результат постоянная мрачность, угрюмость, унылость, скрытность. Спокойно размеренный человек вдруг совершает самоубийство или поджигает свой дом. Необъяснимо, непонятно для любого из окружающих, но совершенно логично и совершенно необходима для него самого. Такое впечатление, что через его мышление каким-то образом была проведена глубокая колея, ограничивающая круг его интересов, векторизирующая его мышление границами какой-то одной идеи, единственной задачи очень часто маниакального свойства. И выскочить из этой колеи он не в состоянии, все его мысли, все побуждения обусловлены этой колеей, этой идеей. Отсюда следует ей и только ей. Отсюда то, что внешне воспринимается как упрямство. Отсюда устойчивые совершенно дикие мании, фиксированность на конкретных мыслях и идеях без малейшей надежды на возможность переубеждения. Искаженность мышления, искаженность восприятия реального мира вновь и вновь убеждает его в том, что прав именно он. Переубедить его невозможно. Это фанатик своей идеи, своего убеждения. Что бы вы ни говорили, он все равно повернет всю вашу аргументацию в плане подтверждения своей идеи. Любое противодействие раздражает его, поэтому он ищет одиночество, избегает общества, нелюдимость. Он может убить для того, чтобы остаться одному. Он разрушителен, не желая этого, не замечая этого и не стремясь к этому. Он часто откровенно глуп, скучен. И это может быть врожденный идиотизм, а может быть ограниченность его мышления той самой колеей. Все, что вне этой колеи, для него просто не существует или не интересно. Очень важно, что следование этой колее обуславливает его эмоциональную тупость, его равнодушие. Эмоциональный мир его сер, скуден, нет радости, нет сочувствия, нет любви, нет желаний, нет даже ненависти. Все чувства притуплены, он бежит от всех, он бежит даже от самого себя. Именно это бегство обуславливает его суицидальную направленность. Он может гневаться, но только тогда, когда кто-то пытается его выбить из привычной колеи или препятствует исполнению велений его сверхидеи. Мышления его замедлены, он теряет мысли на середине начатого предложения, забывает начало только что прочитанной фразы, вынужден вновь и вновь возвращаться к ее началу. Очень медленно он осознает свою непригодность к жизни в этом мире. И именно эта мысль в разных вариациях, в вариациях это тот цемент, что стабилизирует колею, по которой раз за разом скользят его мысли. И осознание этого начало пути к суициду. И вот здесь тот момент, который я чувствую среди главных причин, которые заставили меня, собственно, вообще взяться за всю эту работу. Очень часто даже самые уважаемые авторы становятся в позицию стороннего наблюдателя и приписывают сифилинию то, что видимо со стороны стремления к разрушению. Да, это важнейшая черта, но это важнейшая черта другого миазма. У сифилиния такого стремления нет, обязательного стремления нет. Конечно, я не беру вариант, когда именно разрушение становится его сверхидеей, но и в этом случае он маниакально четко нацелен на разрушение вполне конкретных целей, а не всего подряд. В любом случае он разрушает, не стремясь к этому, не получая от этого удовольствия или удовлетворения, у него вообще нет эмоций, нет желаний. Эмоциональная тупость его ведущая характеристика, он исполняет свое предназначение, диктуемое ему его устойчивой дилюзией, не более того. Сверхидея, которая ведет его колея, вот все, что есть в его жизни. Все прочее остается за пределами восприятия. Любовь, благодарность, дружба, практически все эмоции и желания, все за пределами восприятия. Есть конкретная задача, которую он осознал, и он решает ее механически наиболее простым путем. Кому он наступил при этом на ногу, а кому на горло, подобные мелочи, он их даже не воспринимает. Он рубит лес, и щепки летят, но для наблюдателя его действия кажутся действиями демона разрушения. Однако это сторонняя оценка результата действия, а не побудительных причин, которые приводят к этим действиям. В клинике есть очень яркая черта, которая часто и заставляет нас думать о доминанте сифилини у пациента. Это его неспособность описать, объяснить свои симптомы, модальности, свои ощущения. Единственное, что оживляет его мир, это боль. Своя или чужая. Даже его страхи проявляются у него болью, но терминальный сифилиний лишен даже боли. Он может сломать ценную для вас вещь, и не для того, чтобы причинить вам ваши страдания. Нет молотка под рукой, а вот этот гвоздь нужно забить вот сюда и именно сейчас, и он забьет этот гвоздь вашими часами, только потому, что гвоздь нужно было забить, неважно чем. И обвинять его в том, что он сломал ваши часы, он просто не поймет вас. Он бесчувственный зомби. Потому, что он не то, чтобы бесчувственный зомби, он человек идеи, он исполняет эту идею. А все остальное это чепуха, к которой внимания не стоит обращать. У детей умственные способности остаются недоразвитыми, практически обязательная неприходящая боязнь незнакомых людей не способна считать, читать, говорить. У Алина среди характеристик Сифилини указывается холодное иконоборчество. Мне представляется самым важным в этой характеристике именно определение холодное. И не суть важна, что холодное, безэмоциональное. Он растопчет ваш песочный замок только потому, что ему в голову не придет, что это песочный замок, что его кто-то строил, что он кому-то дорог. Он ходит, действует достаточно медленно, но думает еще медленнее. Очень любопытный вариант Досифилини мы видим в эксперименте Келхума. Келхума более известного как эксперимент Вселенная 25. Мы говорили об этом в прошлой беседе, когда 4 пары мышей поместили на замкнутой территории, причем количество пищи, воды и мест для строительства гнезд было больше, чем достаточно. Вот он, мышинный рай. Однако, всего через несколько десятков поколений популяция мышей погибла. Заметим, в отсутствии голода, жажды, внешних врагов и болезней. В условиях идеально комфортного климата. Последнее поколение самцов потеряло интерес к размножению, у них вообще больше не было никаких интересов. Они занимались только едой, сном, чисткой собственной шерсти и прихорашиванием. Телхун назвал это поколение красавцами. От английского beautiful ones из-за отсутствия раны рубцов. У них полностью отсутствовали желания за исключением самых примитивных витальных. Даже сам инстинкт размножения погашен. То есть мы видим яркий самый яркий пример Деси Феллиния на фоне полного отсутствия какой-либо агрессии и стремления к разрушению. Причем Деси Феллинии демонстрировали эти красавчики и еще каста самок отшельников. Эти просто уходили куда подальше жили анахариэтами в одиночестве полностью игнорируя любые попытки общения. Все прочие показывали свойства совсем другого миазма к описанию которого мы подойдем в следующей беседе. Взаимоотношения Деси Феллиника и Божьих заповедей весьма любопытны. Для него их просто нет. Он подменяет эти этические императивы своих сверхидеей. И вся жизнь его подчинена только ей. Собственно говоря, также Газыка Сифеллинии. Для него это и не хорошо, и неплохо, это просто есть. Говорить об уровне счастья в ходе переживания Сифеллиния не приходится. Счастья нет, его просто некоторое удовлетворение и не больше. Модальности Сифеллиния лучше от восхода до заката солнца, то есть днем, при изменении положения тела, в умеренно теплом климате, при любых неестественных выделениях, имеющих гнойный характер, например, белых, насморки, истечение гноя из язвы, лучше, когда открываются старые язвы с гнойным отделяемым, кровоточилость, лучше зимой от холода, в прохладе, эфеллинии, жаркими азвами. Хуже ухудшение от заката до восхода солнца, при естественных выделениях, при потении, при перепадах температуры, ну вот помните, да, такая ситуация, далее жаропонижающее, больной пропотело, ему стало хуже. при перепадах температуры воздуха на морском берегу, при морских путешествиях во время грозы, да, вот обратите точную мелочь, да, у сифилинии ухудшение при перепадах температуры, днем плюс 40, ночью плюс 5, ему хуже, у сикоза, у сикотика перепады при изменении погоды, это не одно и то же, это разные модельности. На морском берегу, при морских путешествиях хуже, во время грозы, при движении, летом, от жары, в тепле постель. Сифилинисоматические симптомы, деструктивный миазм, деструктивный расстройство, извращение, нагноение, деформация, изъявление, трещины, ломкость, в целом характерно открытое проявление заболеваний. Обычные явления развиваются в умеренном темпе, недели, месяц, ну вот в этом где-то диапазоне, там 2-3-4 месяца, если для сикоза это годы и десятилетия, а для псора это минуты, часы, но редко когда сутки. общее, все диспроцессы имеют стифилиническую основу, дисплазия, дистрофия, отклонения в развитии от нормы, нерегулярный пульс, атаксия, язвы на коже слизистых, с гнойным или кровянистым отделяемым, гнилостный, неприятный характер любых выделений, высыпания медного цвета. Ну вот, собственно говоря, на этом позвольте пока закончить эту беседу. Я бы хотел... О чем-то поговорить, Роман? Я бы хотел... Не хотел тебя перебивать во время, но несколько комментариев. Первый комментарий, когда ты говорил о том, что есть какое-то такое одубение, что ли, или когда человек перестает что-то чувствовать, чтобы мог почувствовать в этой ситуации, или когда медицина стремится снять эти чувства, якобы помогая человеку. И мы говорили о терминальных стадиях, когда человек как бы переходит в мир иной. И ты говорил, что там Big Pharma теряет трижды. То есть не только на человеке, или наоборот приобретает, смотря как посмотреть. Не только на человеке, но и тех, кто окружает. Ну, Роман, вспомни, пожалуйста, реакция. Умер близкий для тебя человек. И ты об этом внезапно узнал. Первая реакция какая? Отрицание. И вторая очень частая. Человек, мы говорим, он находится в шоке. Это естественно. Он замер, он не воспринимает окружение, он погрузился в самого себя, он полностью лишен каких бы там ни было эмоций. Это тоже компенсированная сифилина. Это тоже естественная реакция. И каждый, к сожалению, участвует... Но выйти естественным путем мы, к сожалению, никогда не даем. Сразу начинается успокоительное, там, по щекам нахлестать, то, что угодно, кого угодно... То, что нужно естественно пройти и пройти много раз в жизни, мы не даем себе и другим, и близким, и не только мы себе, но еще и вот обстановка, обстоятельства, культура, медицина не дают это сделать. Я хочу напомнить, каким образом большая часть родов происходит сейчас с обезболиванием. Люди забыли, прежде всего, медицина, скорее всего, забыла, что это чревато, что во время родового процесса, когда возникают болевые импульсы, мама выделяет как раз те вещества, эндорфины, опяты природные, естественные, которые помогают ребеночку пройти родовые пути, то есть природа... С нами и ребеночку. Абсолютно верно, и то есть мы сами должны преодолеть этот процесс и помогаем и себе, и близкому. Получается, что сейчас то, что происходит вокруг... Ты в родзале давно был? Подожди, секундочку. Нет, Рома, я просто вопрос. Это уже тема следующего как раз занятия. Ну, опять ты на следующем. Ты в родзале давно видел кустодиевскую женщину от кустодиевского или рубинсонского типа? Вот такая женщина будет рожать вот так, как ты описываешь. А сейчас же ведь в основном все стремление к тому, чтобы рожали женщины типа женщина-мальчика. тощенькая, широкими плечами, узкими бедрами, длинными ногами. А как ей рожать? Ну, поэтому мы и поможем. Мы здесь введем эпидуал, и дадим лекарства, и затуманим ее сознание. Она вообще не будет понимать, где она находилась. И вообще ее тело во время родов превращается в некий инструмент материальный, который... Я в этой статье об этом писал, понимаешь? Я не помню, что ты сдавал, я сдавал. У нас был предмет акушерства и родовспоможения. Вот мой сын сдавал акушерства и родоразрешения. То есть это уже врач решает и разрешает родом идти так, как нужно врачу. Не так, как нужно женщине, как положено от природы, а так, как нужно большой фарм. Или большую фарм, или систему, в которой ты находишься. Я помню, одни из наших родов в нашей семье акушерка посмотрела, причем она хорошая такая, вроде бы все нормально, в какой-то момент она посмотрела на часы. Я не успел просто оглянуться, как и что. И она говорит, ну, надо как бы поторопиться. Я не успел прийти в себя, как уже был сделан разрез. Это родовспоможение или это родоразрешение? Это мелочь по сравнению с тем, какие вмешательства сейчас происходят. Но еще одна мысль по поводу того, о чем мы сегодня говорили. Следующая. Мне бы хотелось услышать, что ты думаешь на эту тему. Но давай на секундочку представим себе какой-то апокалиптический страшный сценарий. Я надеюсь, что такого не будет. Мы сделаем все, чтобы было не так. Но Big Pharma пытается затянуть жизнь людей или сделать их зависимыми на как можно большее количество лет от своих услуг. Пейте синтетические витамины, пейте лекарства, подавляйте симптомы. Это не важно, что вы теряете связь с природой, с собой, с близкими. Главное, чтобы вы дотянули. В какой-то момент сейчас происходит опасность того, что большая часть человечества может одновременно перестать стать клиентами Big Pharma. И тогда что будет с Big Pharma? Ты в это сам-то веришь. Во что? В одной из своих статей я же констатировал этот факт, понимаешь? Мы вот после 1920 года мы по сути дела уже не имеем права называться представителями вида Homo sapiens. Мы сейчас реорганизованы в совершенно новый вид. Человек управляем. еще некоторое количество особей человека разумного наличествует, но в меньшинстве, в стремительно убывающем меньшинстве. Потому что сам факт наличия таких людей это враг, которого надо уничтожать. И их уничтожает. Морально и физически тоже уничтожает. И чтобы закончить оптимистично наш с тобой эфир. Вот оптимистично закончим. И чтобы там не было как и что, я считаю, что самое главное предназначение гомеопатии, почему Господь нам ее собственно даровал, это надежда на возрождение человечества в грядущем катаклизме. Те, кто знакомы с гомеопатией и будут иметь к ней доступ, имеют очень высокий шанс выжить в грядущих катаклизмах. Именно на этой веселой ноте и оптимистичной я хочу, чтобы мы с тобой закончили эту передачу и с нетерпением жду следующей недели. Спасибо, Саша. Счастливо, Ром. Редактор субтитров Корректор А.